Вопрос. Я ознакомился с двумя мнениями о религиозно-правовом положении человека, который сомневается в количестве обходов, сделанных вокруг Каабы. Первое мнение гласит, что если человек сомневается в количестве кругов вокруг Каабы во время обхода, совершил ли он шесть или семь, то ему необходимо совершить еще один круг, чтобы дополнить до семи и удалить сомнения. Если же им овладели сомнения уже после того, как он завершил последний обход, то эти сомнения от сатаны, и обход считается верным. Ему не нужно ничего предпринимать. Такова фетва шейха Ибн База. Второе мнение – это мнение имама Малика. Он сказал, что если человек завершил обход вокруг Каабы и направился совершать молитву в два раката, что совершается после обхода, а после его настигли сомнения в количестве кругов вокруг Каабы, которые он обошел, то в этом случае ему необходимо вернуться и обойти столько кругов вокруг Каабы, сколько он, как ему кажется, пропустил. А потом ему вновь необходимо совершить молитву в два раката, а предыдущие совершенные два раката молитвы не принимаются в расчет. Потому что молитву необходимо совершить только после семикратного обхода, а ее совершения до него недостаточно. Из муатта имама Малика. Как же объединить эти мнения? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, сомнения могут прийти в двух случаях. Первый случай – сомнения приходят во время совершения поклонения. В этом положении нужно брать меньшее количество. Если человек сомневается, обошел ли он вокруг Каабы пять раз или шесть, то за основу берется пять. Так как в этом есть уверенность, а по поводу шестого есть сомнения. Доказательством этого служат слова посланника Аллаха алейхи саляту ассалям. «Если во время молитвы кто-нибудь из вас будет сомневаться, не зная точно, три или четыре раката он совершил, пусть отринет сомнения и основывается на том, в чем он уверен», – приводит Муслим. Ибн Худама, да помилует его Аллах, сказал, «Если человек сомневается в количестве кругов обхода, то ему необходимо опираться на то, что известно достоверно». Ибн Мунзер сказал, «Все ученые, которых мы помним, были единодушны в этом мнении, так как это поклонение. Если человека одолели сомнения в течение этого поклонения, то ему необходимо придерживаться того, в чем он наиболее уверен, как в случае с молитвой». Аль-Мухни. Второй случай. Сомнения приходят после того, как поклонение уже было совершено, и, согласно достоверному мнению ученых, человек не должен обращать внимания на них, так как основа в этом случае – то, что поклонение было исполнено без недостатков. Таким образом, человек не будет открывать дверь наущениям и сомнениям. В энциклопедии по фикху сказано, «Если человек сомневается после того, как уже совершил обход вокруг Каабы, то, согласно мнению большинства ученых, он не обращает внимания на эти сомнения». Маликиты считали сомнения во время поклонения и после поклонения равнозначными, то есть в обоих случаях необходимо придерживаться того, в чем уверен. Ханафиты же не разделяли сомнения на два вида. Смотрите Аль-Маусю Ат-Уль-Фикхия, том 29, страница 125. Шейх Ибн Усеймин, да помилует его Аллах, сказал, «Сомнение после окончания поклонения не имеет значения». Пример этому, если человек сомневается в том, сколько раз он обошел вокруг Каабы – пять или шесть. Мы считаем, что если это произошло во время обхода, то он совершает то, в чем сомневается, и тема закрыта. Если же он начал сомневаться после того, как завершил обход и ушел, говоря, «Клянусь Аллахом, я не помню, совершил ли я шесть или семь обходов», то не нужно придавать значение этим сомнениям. Он прогоняет их и считает, что совершил семь обходов. Это правило является полезным для человека. Если количество сомнений увеличилось, то он не обращает на них внимания. Если сомнения овладели человеком после завершения поклонения, то он не придает им значения, если только он не убедился в своих сомнениях. В этом случае он должен восполнить недостающие. Фатава нур аля дарб. Аллаху ведомо лучше.